Ну а мы начинаем занятие и тема сегодняшнего вебинара Всероссийские проверочные работы по биологии в 5, 6, 7 и 8 классах. План подготовки. Проведет вебинар Анастасия Анатольевна Кириленко, учитель биологии высшей категории, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте на странице вебинара. Сертификаты участника в электронном виде будут рассылаться также по завершению вебинара на вашу электронную почту. Обращаю внимание, что рассылка может длиться в течение суток. Уважаемые коллеги, если у вас будут возникать вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. Я желаю вам всем успешной, продуктивной работы и приглашаю к разговору нашего лектора. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всех приветствую с началом учебного года, с началом нашей работы. Действительно, очень хочется, чтобы больше не было никаких потрясений со стороны каких-то заболеваний, пандемий, чтобы нас не переводили на удаленное или дистанционное обучение, чтобы мы работали в привычном режиме. Сегодня мы с вами поговорим о всероссийских проверочных работах, которые должны были состояться в апреле месяце прошлого учебного года, но в силу обстоятельств были сначала перенесены на май месяц, а впоследствии и на этот период, начиная с 14 сентября и по 12 октября, на этот ближайший месяц. Что касается расписания проверочных работ, то образовательные организации самостоятельно составляют расписание и даже выстраивают последовательность предметов. То есть вот это требование, которое было и весной, и в мае месяце, оно сохранилось. Сохраняется и количество предметов, по которым будут проводиться всероссийские проверочные работы. Единственное изменение – это то, что учащиеся пятых классов будут писать ВПР по материалам четвертого класса, шестиклассники по материалам пятого класса и так далее. То есть в девятом классе учащиеся напишут всероссийские проверочные работы по материалам восьмого класса. В четвертом классе три предмета выходят на ВПР, значит, пятиклассники будут писать три работы. В пятом классе это было четыре предмета. Ну, я буду говорить о биологии, которая представлена будет в этот раз, вот в этот период. Это будет для шестого класса по материалам пятого, для семиклассников по материалам шестого класса, восьмой класс по материалам седьмого и девятый по материалам восьмого класса. Но вот в прошлом году, если бы восьмиклассники писали, то у нас, например, в Ростовской области можно было написать ВПР по четырем основным предметам. Это русский математика, история общества. В этот список не входила биология. Вот, например, у нас так и остается, не знаю, как в других регионах, наверное, все, что было запланировано на весну, так, наверное, остается и для сентябрьского, октябрьского периода. И так понятно, что каждая образовательная организация составляет свое расписание, ну, по рекомендациям, чтобы это был второй-третий урок первой смены и первый-второй урок, если ваша школа работает во вторую смену. Сейчас я просто хочу напомнить вам структуру работ по биологии, по всем классам пройтись. Вы можете воспользоваться нашими пособиями, вы можете приобрести их в интернет-магазине, поэтому в конце нашей встречи будет для вас небольшой подарок в этом плане. Вот, и моя задача просто обратить ваше внимание, напомнить на то, как оформлять ответы на вопросы, и при оценивании, на что будете обращать внимание, соответственно, нужно сориентировать и напомнить детям, как им поступать. Ну, и естественно, что каждая образовательная организация в первую очередь, ну, наверняка, я так думаю, поступает, что в первые дни, то есть вот с понедельника, может быть, даже не с понедельника, кто-то во вторник начнет проводить ВПР, чтобы понедельник как-то дети еще адаптировались. Это будет русский и математика, потому что это самые многочисленные предметы по всем параллелям. А уж биологию, наверное, оставят на более позднее время. Что касается, вот я увидела уже вопрос по поводу проверочных работ в 10 классе, в конце я вам озвучу то, что происходит сейчас с этими проверочными работами. Но это не, даже не проверочные, их называют теперь диагностические работы в 10 классе. Можно презентацию. Итак, давайте будем приступать к нашей работе. Презентация будет размещена, как обычно, после нашей встречи на сайте. Вы сможете ее скачать и использовать в своей работе. Я напомню вам, что назначение всероссийских проверочных работ – это мониторинг результатов деятельности образовательной организации. И вы сейчас перед нашей встречей прослушали ролик выступления на Федеральном педагогическом совете. Выступление Сергея Кравцова, который говорил о том, что действительно назначение ВПР – это диагностика. Диагностика тех результатов, проверка остаточных знаний, так скажем, потому что четвертая четверть у нас была в необычном режиме. Конечно же, результаты ВПР показывают личностные результаты детей, их обучение. Я бы сказала, что это действительно остаточные знания. И исходя из этого, проанализировав результаты, которые вы получите, какие темы западают, какие-то элементы содержания западают, вам необходимо будет скорректировать свою работу, подумать, какие технологии использовать при изучении той или иной темы. Может быть, как-то разнообразить приемы, формы работы с детьми. И, естественно, я еще раз повторяю, что результаты не должны никак сказываться на оценке деятельности самого учителя, на оценке деятельности образовательных организаций. Просто иногда на местах перегибают палку. Итак, мы с вами настраиваемся на то, что мы проверяем в этот раз у детей остаточные знания. Хотя, конечно, как рекомендация, есть еще время для того, чтобы напомнить детям, как поступаю в этой ситуации я, потому что и в пятом, и в шестом, и в седьмом классе при одном часе в неделю, то есть 34 урока, 35 уроков в год, я не могу себе позволить готовить детей к ВПР. Поэтому максимум, что я могу выделить, один урок для того, чтобы с детьми разобрать структуру какого-то демонстрационного варианта или варианта, который опубликован в нашем издательстве. Я распечатываю для всего класса каждому ребенку в руки один какой-то вариант, и мы в течение урока проходим по всем вопросам, обращаю внимание на то, как оформлять ответы, как они должны быть оформлены для того, чтобы получить максимальный балл. Не все задания вы, коллеги, понимаете, что каждый класс имеет разный уровень подготовки, разные темпы обучения, и поэтому не все задания мы успеваем разобрать за 40 минут. У нас в гимназии уроки длятся 40 минут. Может быть, у кого-то 45, вы чуть больше успеете. Значит, оставшиеся задания отправляются для домашнего просмотра. Также это текст этой работы. Ребенок показывает родителям, чтобы они были в курсе, как выглядит работа, какова ее структура, как ребенок будет оформлять ответы. И на следующем уроке в течение буквально там нескольких минут мы разбираем задания, которые были на дом. На этом вся подготовка заканчивается. Поэтому подсказки для детей в большей степени – это как оформить работу. Документы, на которые ссылаются разработчики заданий, они сейчас на слайде, и мы не первый раз об этом говорим. Кроме того, все задания, которые есть в ВПР по биологии, они способны проанализировать, измерить степень сформированности определенных универсальных учебных действий. В некоторой степени, естественно, научные требования. И, видите, на последнем месте, совершенно в малом объеме, это предметные требования. То есть те специфические требования, которые предъявляются к биологии. На этом слайде вы видите… Прошу прощения. Ну вот здесь мы разместили обложку нашей книги ВПР «Пятый класс», в которой есть 10 вариантов. Опять-таки, коллеги, я повторяю, что все наши пособия носят учебный характер. Они у нас учебные для того, чтобы обучаться, работать с тестами, уметь оформлять результаты своей работы, проверять себя, контролировать для самоконтроля. То есть это тесты авторские, которые написаны в соответствии со спецификацией, в соответствии с демоверсиями, в соответствии с кодификаторами, которые размещаются на официальных сайтах. Работа по биологии в пятом классе содержит 10 заданий. Я условно их делю на две группы. Вот первая группа – это задания, которые содержат изображения, которые дают возможность проверить, насколько ребенок может делать логические заключения. Это задания, где информация представлена в виде графика, либо в виде карты, либо в виде схемы. И также задания на практическое применение знаний. То есть, как видите, в этой группе собраны задания, в которых информация представлена в различных знаковых системах. Это тексты, это схемы, это графики, карты и какие-то изображения, либо фотографии, либо рисунки. На мой взгляд, эти задания, ну, немного попроще, полегче, с которыми справляются большинство ребят. Наиболее сложными, потому что это задания на работу с текстом, это задания, которые проверяют уровень сформированности смыслового чтения. Они попадают во вторую группу. Ну, а теперь пройдемся очень быстро по самой работе. Я представлю вам некоторые формы заданий. В общем-то, все задания, которые есть в пятом классе. И обращу внимание, как оформлять ответы. Но прежде чем мы перейдем к конкретным заданиям, шкала перевода первичных баллов в отметке, она также есть в описании. Работа в пятом классе проводится в течение 45 минут. Правда, в эти 45 минут коллеге не входит время на проведение, ну, такого вводного инструктажа. Вот. И в пятом классе для выполнения работы ребенку может понадобиться линейка и карандаш. Специальная подготовка не требуется. Обращаю ваше внимание, что в 2020 году ВПР претерпели изменения. Появились новые формы заданий. Появились задания, которые как бы перекочевали из одного класса в другой. Ну, например, попали в пятый класс из седьмого класса задания. Или наоборот, задания из пятого класса перекочевали там в седьмой, в восьмой. Вот это на слайдах обозначено. В этом задании нужно просто распределить названия объектов, которые принадлежат к определенному царству. И если это все делается правильно, максимальная оценка два балла, допускается одна ошибка, когда вы в качестве экспертов проверяете работы, поставите один балл. Но в этом первом задании есть несколько подзаданий. Во втором задании нужно найти лишний объект. Вот лишнее находить довольно сложно. Это вызывает всегда затруднения. Но еще сложнее ребятам дается объяснение своего выбора. Ну и в данном случае получается, что растения будут лишними, потому что это автотруфные организмы. За этот кусочек первого задания максимальная оценка два балла. Один балл ставится в случае, если указан лишний объект. Ну а если дано еще и объяснение, тогда будет максимальная оценка. Третья часть задания тоже на исключение. То есть ребенок должен проанализировать какие-то характеристики, процессы жизнедеятельности, характерные для этих изображенных объектов, выбрать опять-таки лишнюю и объяснить свой выбор. Ну и если сравнивать с предыдущим заданием, это, конечно, тоже будет посложней. И так нужно было убрать фотосинтез и дать свое объяснение. Максимальная оценка и за эту часть первого задания два балла. Точно так же указывается процесс. Один балл дается развернутое объяснение, два балла. Я обращаю ваше внимание, что надо детям напомнить, чтобы они максимально выполняли задание, старались это сделать. Поэтому многие задания оцениваются максимально в два-три балла. То есть даже если ребенок сделал какую-то часть задания, он уже получит не ноль, а хотя бы один или два балла. Новые задания. Задание номер три, где необходимо выбрать два примера оборудования, ну вот такое практикоориентированное задание, для того, чтобы наблюдать за какими-то объектами в природе и вписать тогда номера этих приборов из списка. А дальше вторая часть задания, и за это получает максимально один балл, если все правильно. И вторая часть задания, нужно указать биологическую науку, которой вы будете пользоваться при проведении данного наблюдения. Ну, здесь возможны вариации, и достаточно будет, если ребенок будет указывать не конкретный раздел зоологии, как в данном случае, а просто зоологию, как науку о животных. Коллеги, если появляются какие-то вопросы, вы задавайте, мне тогда модератор будет передавать их. Четвертое задание, видите, перекочевало в пятый класс из шестого класса. Ну вот сейчас мы с вами разбираем пятый класс. Это так, как бы наши дети писали работу по итогам прошлого учебного года. То есть эти задания, вот такой структуры работы, будет у наших нынешних шестиклассников. Это задание было в шестом классе, где нужно указать какую-то часть, какой-то объект, который или прибор используется при изучении биологических объектов. В данном случае указывается пипетка, а дальше нужно будет указать, какую функцию выполняет данный прибор при работе с ним. И еще один вопрос в четвертом задании, это определение увеличения, которое дает микроскоп. Не забудьте вспомнить с ребятами в ближайшие дни, вот как рассчитывается увеличение микроскопа, если известно, увеличение окуляра и объектива. Значит, 4,2 задания требуют ответа краткого. И за это получаем максимально 1 балл. 4,3 нужно в ответ записать в виде цифры, рассчитав увеличение. Тоже максимальная оценка 1 балл. Пятое задание тоже, видите, перекочевало из шестого класса. Там были задания не только с животными, но и с растениями, даже больше с растениями. Вот здесь необходимо составить такой паспорт для изображенного живого организма. Ответ записывается в виде последовательности цифр. И максимально это задание оценивается в 2 балла. Допускается только одна ошибка, когда цифры могут поменяться местами. И тогда эксперт может поставить 1 балл. Новое задание, которого не было. Представлена карта поверхности Земли и указанной территории, где обитает какой-то живой организм. То есть показан ареал обитания. Здесь задание, как вы понимаете, оно не связано с биологией. Это задание такое интегрированное. Больше даже, ну вот как бы первая его часть чисто географическая. Поэтому нужно определить и ответить на вопрос, на каком материке с указанием полушария обитает данный вид, а затем объяснить экологическую составляющую, ну основанную, наверное, на личном опыте ребенка, на тех знаниях, которые были сформированы в начальной школе. Почему нет распространения этого животного, скажем, южнее указанных границ. Итак, указывая материк, ребенок получает максимально 1 балл. За объяснение тоже 1 балл. Здесь, правда, возможны вариации написания. Задание 7 было в 5 классе. Оно состоит тоже из двух частей. В первой части дается текст, и надо найти предложения, в которых описываются определенные признаки какого-то живого объекта. и записать просто номера этих предложений. В данном случае требуется указать, в каких предложениях описана светолюбивость и то, что растение является лекарственным. А дальше то растение, о котором описано в тексте, его нужно сравнить с изображенным растением. Вернее, изображенное растение сравнивают с описанным в тексте. И здесь отвечают ребята на вопросы, прямо непосредственно в бланках. И за первую, за вторую часть максимально получают 2 балла. Допускаются какие-то ошибки, и тогда оценка будет снижаться на балл. Задание номер 8. Оно представлено несколько в другой форме. Раньше оно было в виде таблицы, сейчас это в виде схемы такой. И здесь нужно, прочитав, познакомившись с описанием природных условий, определить, какая это природная зона, какое растение можно взять из списка и поселить в эту природную зону, и животное. Итак, вот природная зона, да, у нас почему-то не прописалась. Конечно, это тропический лес, поэтому мы помещаем сюда красное дерево и ягуара. За это задание максимально 2 балла. Что-то у меня там текст исчез. Ну, ничего. Поправят тогда слушатели наши. Задание номер 9 осталось без изменений. Представлен какой-то знак, который устанавливает определенное правило. Нужно описать это правило, сформулировать на основе этого изображения и указать места, где может такой знак быть установлен. Ну, вот как вариант, да. Как правило, все знаки там устанавливаются в заповедниках, ботанических садах, в зоопарках, в парках, скверах и так далее. Так, максимально тоже 2 балла. Вот задание номер 10, последнее в пятом классе, наиболее сложное. И сложность его заключается в том, что оно состоит из нескольких частей. И первое, что нужно, посмотрев на фотографию, определить, какая профессия представлена на этом фото. Причем профессия всегда связана с биологией. Затем нужно описать, какую работу выполняют люди этой профессии и чем эта работа полезна обществу. При оценивании, при заполнении протоколов вы будете выставлять баллы. И если за первую часть этого задания вы выставляете ноль, то есть ребенок не определил профессию, то второй и третий вопрос уже не имеет никакого смысла. Поэтому нужно быть детям очень внимательными. Итак, это, например, лаборант. И здесь, если дано описание работы и так далее, то вы оцениваете еще плюс один балл. И полезность этой работы тоже будет в один балл. Но при условии, что правильно определена профессия. А так, даже если второе и третье написано верно, то задание оценивается в ноль баллов. Так, переходим к шестому классу. Но прежде чем перейти к шестому, возможно, что возникли какие-то вопросы. Вопросов нет. Тогда переходим к шестому классу. Вот так выглядит обложка нашей книги, которую вы можете приобрести в нашем издательстве. И в шестом классе тоже в ВПР входит 10 заданий, которые, как видите, я тоже условно разделила на две группы. И в первую группу я отправила задания, в которых есть изображения, какие-то модели, таблицы, когда информация представлена в виде схемы, графика, либо требует задания проверки практического применения знаний. Во вторую группу я отправила наиболее сложные задания. Это текстовое задание, опять-таки проверяющее уровень сформированности смыслового чтения. И наиболее сложное – это теоретический, описательный эксперимент. То есть нужно на основе описания, на основе картинок, если эксперимент представлен в виде картинок, делать какие-то умозаключения и выводы. Довольно сложное задание. Ну и так перейдем к разбору этих заданий. Опять-таки на время выполнения в шестом классе 45 минут. Тоже могут понадобиться линейка и карандаш. Никаких специальных подготовок не требуется. Шкала перевода баллов тоже есть. Так. Новое задание. Когда представлены на рисунке результаты какого-либо наблюдения. То есть изображен схематично какой-либо процесс, протекающий, например, в живом организме, либо это процесс, который может протекать с живыми организмами в природе. И вот нужно указать, как раз-таки, какое явление наблюдают школьники. Максимальная оценка – 1 балл. В этом задании есть еще два вопроса. Ну, во-первых, нужно ответить на вопрос в область какой биологической науки позволяет изучать ученику представленное на рисунке явление. И вот, например, вопрос, который касается конкретного явления. Может быть, какие факторы, какие условия могут повлиять на это явление, усиливать его, либо замедлять. То есть вопросы связаны с конкретным явлением или процессом жизнедеятельности живого организма. Итак, область науки, физиология растений – максимум 1 балл. Ну и вот факторы, которые перечислены, вы видите сейчас их на слайде, тоже 1 балл. Задание номер 2 – это новое задание. Такие задания встречаются, например, в работе ОГЭ, когда нужно проанализировать содержимое двух колоночек, двух столбцов таблицы и определить, какое понятие следует вписать в ту ячейку таблицы, в которой информация отсутствует. И вторая часть – указать, какую функцию выполняет данный орган или те органы, которые перечислены в таблице. Так, ну, здесь будет корневище, и дальше идет функция, которую может выполнять клубень. Максимально за первую часть 1 балл, и за вторую тоже 1 балл. Задание 3 – оно несколько изменено, разбито на другие составляющие части. Опять-таки сохраняется рисунок, его нужно внимательно рассмотреть и определить какую-то структуру клетки, которая обозначена либо буквой, либо цифрой, и вписать название за это 1 балл максимум. Дальше нужно указать функцию или значение данной структуры для жизнедеятельности, в данном случае растительного организма. Еще 1 балл можно заработать максимально. Ну и третья часть – представлено еще один рисунок, и опять-таки необходимо определять что-то обозначенное цифрой или буквой. И дальше ткань, к которой относятся клетки, которые изображены на рисунке 2. То есть как бы 2 рисунка и вопросы очень похожие по содержанию, но уже про 2 биологических объекта. Так, здесь тоже максимально 1 балл, и за эту часть максимально 1. Итого за третье задание можно максимально набрать 4 балла. Задание четвертое, как раз-таки одно из сложных. Это работа с текстом, в котором есть пропуски. И эти пропуски необходимо по смыслу заполнить терминами и понятиями, которые приведены ниже текста в списке. Довольно сложное задание. Ну, некоторые дети, наверное, не умеют читать еще достаточно и осознанно, то есть читают, забывают, не понимают текста. А тексты все взяты не просто из учебника, а из какой-то научно-популярной литературы. Либо ленятся дочитать до конца и так далее. Хотя здесь вот подсказка такая есть, что каждый текст имеет свое название. Кому-то это может и помочь при ответе, при выполнении этого задания. Максимальный балл 2, поэтому допускается одна ошибка. Задание 5 тоже знакомое. Такое задание было, только оно было под номером 1. Здесь нужно с помощью стрелок показать определенные части растения, которые прописаны в первой части этого задания. И вот здесь я обращаю ваше внимание, что некоторые ребята почему-то начинают, вот коллеги, от этих слов вести стрелки к изображению. Вот плод вот сюда стрелку ведут, допустим, от луковицы сюда. Нет, обратите внимание детей на то, что они должны с этим рисунком поработать и сделать непосредственное обозначение на этом рисунке. Еще раз можно повторить, стоит ли включать такие сложные задания в работу. Ну, коллеги, это не я включаю, и не наше издательство включает такие, на ваш взгляд, сложные задания. Есть разработчики, есть люди, которые специально этому обучены, они придумывают структуру, они максимально приближают условия, чтобы были одинаковые для всех учащихся по всей нашей необъятной родине. Да, я с вами соглашусь, что некоторые задания очень сложные, что при таком количестве часов, когда один раз биология в неделю, это вообще ни о чем, это голопом по Европам, ни о каких прочных знаниях не может быть речи, и вообще не рекомендуется изучать предмет, который ведется раз в неделю. Вот. Но, понимаете, вот мы пытались что-то изменить, и в 2011 году состоялся первый съезд учителей биологии, где в резолюции первым пунктом было прописано нецелесообразное изучение предмета при таком количестве часов, как один раз в неделю. Ну, и после всего этого мы получили новый стандарт, где не только в пятом, шестом, но теперь уже и в седьмом классе биология изучается раз в неделю. Как и на уровне, третьем образовательном уровне, среднего общего образования, биология не является базовым предметом, а является предметом по выбору, поэтому на ее изучение в непрофильных классах дается один час в неделю, в десятом классе час и в одиннадцатом час. Есть, конечно, такие школы, которые дают за два часа, хвала им только. Вот. А на профильном уровне это трехчасовое изучение предмета на углубленном уровне. Еще плюс можно добавлять элективные курсы, можно давать курсы за счет внеурочки, которые расширяют и углубляют знания. Ну, это вот в старшем звене. Поэтому, конечно, я соглашусь, что многие задания сложные, и можно было бы не включать их. Еще один вопрос по пятому классу, по профессии. Если ученик укажет профессию не лаборант, а, например, микробиолог, потому что микроскоп указан на фото, возможно ли засчитать такой ответ? Значит, как правило, вот в этих заданиях, коллеги, дается веер ответов, очень близких по значению, и все, конечно, зависит от той фотографии, которая будет перед глазами ребенка. Дело в том, что, да, если там будут просто какие-то пробирки с реактивами, еще там, я не знаю, пробирки с кровью, будет видно, что он делает какие-то анализы, то тогда это лаборант. Если это еще и, предположим, стекла предметные, хотя мазок крови делается тоже и на предметном стекле, как ему делать посевы всевозможные, то я думаю, что это можно засчитывать как правильный. Самое главное, чтобы вы могли договориться и оценивали ребенка и всех детей как бы одинаково, чтобы не было разногласий. Одному засчитали, другому нет. Так, дальше ответы на вопросы, касаемые вот этих конкретных, изображенных на схеме органов. И того получается первую часть 2 балла, за вторую и третью по 1 баллу максимально. Новое задание, когда нужно выбрать один правильный ответ из четырех предложенных. Ну, здесь вот проверяются уже конкретные предметные знания. Некоторые учебники не дают возможности детям ответить на этот вопрос. Ну, вот у нас, в частности, в гимназии мы используем УМК под редакцией Ирины Николаевны Пономаревой и у нас линейная реализация биологического содержания. То есть 5-6 класс – это введение в биологию, в 7 классе – это курс ботаники, в 8 – зоологии, в 9 – человек. Поэтому вот нашим шестиклассникам сложно будет отвечать на этот вопрос. Ну, теперь уж нынешним семиклассникам. А как выходить из такого положения, то вот когда вы заполняете протоколы, там выскакивает меню, где вы можете написать, что данная тема не изучалась. Поставить вот этот флажочек. Данная тема не изучалась. Хотя, конечно, тогда все равно результат как бы обнуляется, и за это задание дети баллы не набирают. Но во всяком случае разработчикам и тот, кто делает анализ, будет понятно, что еще не изучалась или вообще не изучалась. Знаете, как бывает, что это же работы пишутся, например, в апреле месяце, да, учебного года, то есть четвертой четверти. Но еще же мы целый май учимся, и у нас по биологии до самого мая месяца идут новые темы. Поэтому здесь вот можно выходить из положения тем, что отмечать этот, ставить галочку, то, что не изучался данный материал. Работа с таблицей, как правило, удается большинству ребят. Они умеют извлекать информацию, считают, что это задание несложное. Единственное, требует, конечно, внимательности для того, чтобы ответить на поставленные вопросы. В чем здесь может быть сложность и почему ребенок может не получить максимальный балл? Вот в данном случае, посмотрите, все вопросы заданы в единственном числе. Плоды какого растения я? То есть я должна найти и указать только одно растение. А бывает так, что во втором или в третьей позиции вопрос стоит, какие растения я чем-то обладаю. Поэтому на это обратите внимание, чтобы смотрели, в какой форме задан вопрос, в единственном числе или во множественном. Так, задание восьмое. Вот здесь в виде рисунка представлены результаты исследования, результаты какого-то эксперимента. И вот теперь задаются вопросы к этой картинке и подчеркивая, что информация извлекается только из данной картинки. Надо определить функцию органа, за которым наблюдали учащийся, процесс какой и биологическое значение. Вот три небольших вопроса. Итак, изучали лист испарения или транспирация. Один балл. И один балл еще можно, ой, два балла можно получить за то, что опишем, какие функции выполняет данный орган. Так, идем дальше. Задание девятое. Оно было раньше в ВПР пятого класса, когда даются фотографии реального биологического объекта, который нужно сравнить со схемами и описать по плану. Вот для этого задания иногда требуется линейка и карандаш, особенно если даны модели, с которыми нужно сравнивать, а не требуют там измерений каких-то определенных. Здесь все очень просто. В пятом классе многие коллеги возмущались и говорили о том, что пятиклассники не знают ни желкования, ни листа расположения, ни даже понятий таких не имеют, что такое простой и сложный лист. Но здесь я с вами не соглашусь. Это задание, по сути дела, найдите 10 отличий на внимательность. Есть реальный объект и есть какая-то схема. Нужно реальный объект сравнивать с этой схемой и узнавать о том, как называется такой тип листа, например, такое желкование листа и форма листовой пластинки. Вот видите, в этом задании потребуется линейка и карандаш для того, чтобы посмотреть, насколько соотносится длина и ширина листьев. Так, за это задание максимально 2 балла в виде последовательности цифр записано. Десятое задание новое. Нужно рассмотреть изображение какого-то биологического объекта и также его описать по плану. Значит, может быть вариант, что это вот описывается жизненная форма кустарника, может описываться соцветия, которые развиваются у данного растения. Но вот здесь, как вы скажете, что цветочков нет, да, уже есть плоды. Но плоды-то появляются после цветков, поэтому расположение цветков на оси соцветия можно определить не только по цветкам, но и по расположенным на оси соцветия плодам. Так. И вот, пожалуйста, листы расположения. Нужно просто сравнить и понять, какое же это листы расположения. Так. Максимально 2 балла. И последнее, десятое задание. Довольно интересное. Детям оно всегда нравилось. И большинство, я как бы не сказала, что практически все справляются с этим заданием, описывают особенности двухкомнатных растений тоже по предложенной схеме с использованием условных обозначений. Ну, вот тоже понимание информации, умение извлекать информацию, которая представлена в другой знаковой системе. Так. Ну, вот агава и фиалка. Вот тут описаны условия с помощью условных знаков. А дальше идет расшифровка. То есть ребенок должен написать, в каких же условиях произрастают эти растения. А теперь идет сравнение. И во второй части этого задания мы нужно указать, какие характеристики, ну, либо одинаковые, либо разные. Нужно их уточнить. Так. Два балла набрали. Ну, и последняя часть этого задания. Это задание... Ой. Что-то такое. А, вот последняя часть. Это как раз-таки нужно определить, в чем их схожесть, да, и в чем... Да, здесь в чем они схожи. А может быть вариант, по каким критериям, по каким признакам растения просто различаются. Так. По шестому классу есть вопросы? Ну, я уже сказала о том, что и листорасположение, и желкование листьев изучается позже. Вы изучаете, если идете по концентрической системе реализации биологического содержания, в шестом классе. А вот мы, например, работаем с коллегами по линейной, и поэтому мы изучаем листорасположение в седьмом классе. Но, коллеги, я еще раз подчеркиваю, что это задание не столько на проверку биологических умений, сколько на проверку, на измерение сформированности универсальных учебных действий. Как ребенок может сравнивать реальный биологический объект с какой-то моделью, находить что-то общее и тогда определять, а что же это такое, как это называется. Поэтому не зацикливайтесь на том, что дети это не изучали. Надеюсь, что я убедила. Ну, да, количество часов, да, я с вами полностью согласна. Но очень давно уже в таком режиме работаю, начиная с того момента, как вступил в силу стандарт еще, стандарт 2004 года. И поэтому, ну, скажу так, что в пятом, шестом классе мы уже с вами привыкли, что один час, да, уже и в десятом, и в одиннадцатом привыкли, что один час. Но когда, как гром среди ясного неба, что и в седьмом классе один час, вот это, конечно, было жутко немножечко. Но мы вовремя выбрали с коллегами линейную, вариант линейного изучения биологии. И поэтому у нас ботаника попала в седьмой класс, а мы, в принципе, ее за один час уже изучали, давали и уже как-то приспособились. Человек ко всему приспосабливается. Дети тоже пытаются уйти от ответственности, поменьше делать, поменьше напрягаться. Так, переходим к следующему, к седьмому классу. Опять-таки, вот у нас обложка есть. И посмотрите, уже в седьмом классе количество заданий больше, на три задания. Но деление остается тем же самым. И вот наиболее сложное, это пятое задание, задание с текстом. Сейчас дойдем до него и посмотрим, чему оно посвящено, что это может быть за задание. Выполнение, обратите внимание, работы 60 минут, то есть не один урок, а еще нужно прихватить минут 15 следующего урока. Не требуются никакие дополнительные инструменты, даже линейка и карандаш. Не требуется, как и время, специальная подготовка. Аналогичное задание есть в пятом классе, но там, правда, три объекта. Здесь побольше уже, четыре объекта. И нужно подписать название этих объектов. Дальше. Во второй части этого задания опять нужно найти какие-то объекты, которые выпадают лишние и объяснить свой выбор. Вот это очень сложное задание для объяснения выбора. Как правило, дети указывают лишний объект, а вот объяснить свой выбор порой затрудняются. Так. И еще одно новое задание. Вот здесь уже значение в природе каких-то отделов растений. Ну, в частности, например, мхов. Задание максимум на один балл. Из шестого класса в седьмой перекочевало задание по составлению паспорта растения. Мы смотрели с вами в предыдущем классе там паспорт животного, а здесь паспорт растения. Записывается в виде последовательности цифр. Так. Так. И еще... Так. Так, так, так. Коллеги, ну вот все-таки согласитесь, есть задания, которые не столько проверяют предметную сторону, сколько проверяют какие-то метапредметные результаты. Умение работать с информацией, представленной в разных знаковых системах. Это умение работать с таблицами, распределять что-то. Да, конечно, через биологическое содержание, но тем не менее, в большей степени это проверяется все-таки не предметный результат, а метапредметный. Итак, из ВПР шестого класса перекочевало задание на составление паспорта растения. Максимально 2 балла. Новое задание появилось, но такой формы задания есть. В ОГЭ и в ЕГЭ есть такие задания, но просто может быть с меньшим количеством информации. Я имею в виду с меньшим количеством предложений. Опять-таки указывается какой-то биологический объект, описываются какие-то определенные его свойства, и нужно найти предложение и записать номера этих предложений, которые будут отвечать требованиям вопроса. Смотрите, здесь два правильных ответа должно быть, и максимальная оценка этого задания будет 2 балла. Задание номер 5 такое же есть и в шестом классе. Это текст с пропусками, мы уже с вами посмотрели. Да, это сложное задание, и еще сложное заключается в том, что все понятия и термины приводятся в именительном падеже, иногда только в единственном числе. Слова нужно еще и видоизменять. Так, 2 балла максимально. Ну, а вот задания, которые не совсем обычные, в ОГЭ и ЕГЭ не встречаются. Требуется привести по 3 примера объектов, которые относятся к разным царствам. Так, правильно назвали, будет 2 балла. В критериях описано, что за что ставится 1 балл и так далее. Знакомая форма заданий на установление соответствий. Очень много таких заданий и в ОГЭ, и в ЕГЭ. Поэтому, в принципе, нам надо учить ребят работать с такой формой заданий. Здесь строгая последовательность цифр записывается, и максимальное количество баллов – это 2. При допущении одной ошибки может быть поставлен 1 балл, но максимально поставлен быть не может. Так, задания на установление последовательности – это новое задание, довольно-таки считается сложным. В чем сложность? В том, что не все дети могут держать даже не очень большой объем информации в голове. Но чтобы научить ребят уметь восстанавливать последовательность действий, если у вас в классе имеется интерактивная доска, не поленитесь, заготовьте такие карточки с этими словами, с этими терминами, понятиями. Можно просить ребят на интерактивной доске, двигая вот эти предложения, восстанавливать последовательность, чтобы они не забывали, что какое-то предложение уже использовано и повторно его не использовали. Но вариантов может быть много. Все в ваших руках. Так, задание оценивается максимально в 2 балла. Переходим к следующему. Задание новое, в котором впервые тут используется диаграмма цветка. Сейчас вы скажете, что это тоже изучается только в 6 классе. Все прекрасно понимаю. Но детям можно объяснить, что такое диаграмма, что это схематичное изображение цветка. То есть мы его не зарисовываем, а смотрим как бы на него сверху. И с помощью определенных условных обозначений мы можем нанести на эту схему и количество пестиков, тычинок, и как они между собой дружат, не дружат, срастаются, не срастаются. Мы можем сделать это с помощью рисунка. Опять-таки, это задание максимально оценивается в 1 балл. Так, ну а вот теперь новое задание. И к вот этому предыдущему рисунку, рисунок 1, нужно указать признак, который мы нашли на диаграмме. И этот признак будет позволять определить принадлежность растения к данному семейству. Ну, например, к данному семейству и почему. Итак, к семейству я напоминаю вам, чтобы определить принадлежность к семейству, надо очень хорошо знать формулу цветка, ориентироваться в цветке. Поэтому ответ число тычинок, число там пестиков, формула люк или формула цветка, это одно и то же, будет использоваться при определении принадлежности растения к тому или иному семейству. Так, задание 11. Оно встречается не только в ЭПР, но и в АГ, и, по-моему, в ЕГЭ, о верности двух суждений, которые приводятся. Причем указано, из какой области эти суждения, или, если это, допустим, верность этих предложений может быть оценена или проанализирована с точки зрения того, что может быть одно верным, либо второе, либо два верных суждения, либо оба неверны. Вот такие задания встречаются в ОГЭ, и нет, в ЕГЭ такого задания нет, хотя раньше такое задание было. Тут надо очень внимательно читать сам текст. Максимальная оценка 1 балл. Предпоследнее задание новое. Здесь на рисунке будут изображены 6 объектов. В данном случае они подписаны, эти 6 объектов. А дальше нужно ученику заполнить таблицу. Но таблица не совсем простая. Во-первых, он должен разделить изображенные объекты на 2 группы. Потом он должен указать, по какому признаку, по какому принципу он разделил эти объекты на 2 группы. Дальше надо дать название каждой группе и перечислить, какие растения он отнес к той или иной группе. Здесь нужно обратить внимание на то, что, несмотря на то, что растений тут, смотрите, 6, может так получиться, что не 3,3 будет, а 4,2, например, будет. Это же все равно тоже как бы два растения группа. Уже между собой их можно сравнивать. Но в данном случае, еще раз свернусь, клен, огурец, дуб, вишня, виноград, фасоль изображены плоды этих растений. Группа будет, основание, по которому мы будем делить, это тип плодов. И одну мы назовем сочные плоды, а вторая группа будет называться у нас сухие плоды. Ой, прошу прощения, вот здесь немножко ответы введены неправильно. Сочные плоды, сухие плоды. В третьей колонке название групп, а вот огурец, вишня, виноград надо перенести в последнюю колонку. Мы сейчас по окончании вебинара это поправим, чтобы у вас была презентация правильная. Ну вот смотрите, может быть еще по какому-то основанию можно делить эти растения. Если мы вернемся, может быть у вас есть какие-то предложения, по каким основаниям можно еще разделить. Ну я думаю, что вот сухие и сочные плоды, это наиболее приемлемо и как бы вот такое прямо в глаза бросающееся основание для того, чтобы определить, разделить эти растения на две группы. Так, ну и переходим к максимально 3 балла, потому что посмотрите, они заполняют как бы 3 колоночки. Отсюда и будете оценивать. Так, и последнее задание, это когда необходимо узнавать какие-то объекты по рисункам и схемам, а также определять их место в системе органического мира и возможные среды обитания. Ну вот изображены здесь пузырчатка, первый рисунок, второй рисунок, бешеный огурец из пирогира. Для начала нужно под каждым рисунком поставить название, определить, а затем указать, в какой же среде обитают те или иные живые организмы. Так, два балла максимально. Ну а теперь нужно найти этот живой организм вот на этой схеме. Это схема, которая отражает развитие растительного мира. Находим и указываем обязательно для каждого из них группу. Ну смотрите, с пирогира это водоросли, вот здесь можно увидеть вот как раз зеленые водоросли. А пузырчатка и бешеные огурец это покрыто семенные растения. Вот таким образом. Ну и ответить на вопрос про какое-то из растений из этой группы. Ну вот вопрос, какой является насекомоядным. Я напомню, это пузырчатка. И заработать за схему два балла заполнения и за ответ на вопрос один балл. Есть вопросы по седьмому классу? Ну и вот восьмой класс. Тоже у нас есть пособие 10 тренировочных вариантов. Тот же самый принцип я вам предлагаю распределить задания по степени сложности. И вот все текстовые задания я выношу в отдельную категорию. И вам просто, коллеги, даже анализировать легче. Если вы знаете, что третье и девятое задания в восьмом классе это задания с текстом, а все текстовые задания через любое биологическое содержание, не биологическое, он проверяет степень сформированности смыслового чтения, то вы тогда будете понимать, что, например, у вас там в восьмом классе западает у большинства детей именно этот навык, это умение. И что мы тогда будем делать? Мы тогда должны предлагать им задания, которые будут содержать тексты. Мы будем предлагать задания, в которые... текстовые задания, да. Нужно предлагать задания, в которых можно развивать этот навык. Когда-то мы, по-моему, проводили такой вебинар, да, по современным биологическим... по современным технологиям, которые используются при обучении биологии. И есть приемы, которые универсальные, позволяют к одному тексту разработать вопросы, проверяющие совершенно разные умения, причем на разном уровне сложности. У одного вы будете проверять, насколько он понимает текст, а у другого вы будете проверять, насколько он может анализировать и даже синтезировать новое знание, прочитав этот текст. Но если это интересно, то можно будет нам возобновить, может быть, как-то немножко обновить этот вебинар по современным технологиям. И я поделюсь своими находками, приемами, которые используются на уроке. Возможно, что кто-то посещал педмарафон, который проходил в Москве. Это педмарафон учебных предметов, который обычно проводится весной. Много раз я выезжала и проводила там свои мастер-классы, показывала и рассказывала. И еще в ноябре проводится такой фестиваль, как учительская книга. Я тоже от нашего издательства неоднократно выступала и на этих мероприятиях. Я ездила и от издательства в различные регионы, где тоже, может быть, заказывали именно такой научно-практический семинар. Если это будет интересно, то можно будет поделиться какими-то находками, которые можно показать, конечно, коллеги, в рамках вебинара. Потому что когда мы еще и что-то сами делаем, то есть я предлагаю интерактивный метод, когда учителя делают то, что делают дети на уроках, тогда намного интереснее. И вы понимаете, насколько трудно детям иногда даются те или иные задания, задания, потому что вы с помощью этих приемов их учите, а затем можно и проверять. То есть такой двоякий характер носят теленные задания. Можно и развлекаться, можно поиграть, но при этом и научиться чему-то просто в другой обстановке, в другом эмоциональном фоне. Не в таком напряженном, а положительном. На уровне улыбки, смеха, когда друг над другом можем подтрунивать и так далее. Это лучше запоминается. Ну, коллеги, я бы сказала, вероятность нулевая, потому что мы не являемся теми людьми, которые специально обучены для разработки и генерации заданий для вот таких оценочных процедур. Вот. Нет, понимаете, коллеги, если вы решили натаскивать детей, то тогда не покупайте. Это будет зря, потому что вы тогда, у вас другая цель использования наших пособий. Этих заданий вот таких, они могут быть похожи, они могут быть с другими рисунками. Понимаете, они могут сформулированы быть не так. Вот. Но это наших заданий вот точно не будет в ВПР. Но если ваша цель как учителя, а она должна быть именно таковой, никого не готовлю я к ВПР, никого не готовлю я к ОГЭ и к ЕГЭ, понимаете, я учу предмету. Учу предмету так, что дети хотят связать свою профессию с биологией. и не поступают на психологические факультеты, медицинские институты. Вот когда вы в себе это переломите и будете учить биологии, любимой биологии, если ваши дети будут ее любить так же, как любите ее вы, вот тогда вы будете успешны, как педагог. И вообще, вот в моем понимании, не проценты оценивают или показывают результативность работы педагога, а показывают то количество детей, которые у вас выбрали ОГЭ. У вас в этом году выбрали 2 человека, а через 2 года у вас выбирают 10 человек сдавать ваш предмет. А еще из этих 10-8 идут и получают знания на профильном уровне, и затем поступают в медицинские вузы и сдают ЕГЭ. Вот показатель работы учителя. А не то, сколько баллов набрали. И вообще, это неправомочно сравнивать баллы одного года, полученные на ЕГЭ, с баллами, полученные на следующий год. Это разные дети. Это вообще разные дети. Вот есть, можно, конечно, попробовать провести такое для себя, вот для, как педагог, чтобы посмотреть объективность. Например, 9 класс дети сдавали ОГЭ, и потом 11, если они сдают. Но и тут мы не получим объективного сравнения. Только по той простой причине, что 10-11 класс это осознанный выбор. Это уже другой подход к подготовке к экзамену, потому что здесь уже другая мотивация. Скорее всего, не внешняя, потому что в 9 классе, как правило, внешняя мотивация. Мне надо получить аттестат, значит, я должен выбрать какие-то предметы и сдать экзамены. А еще лучше, если их сдать неплохо, ну не на двойке, а хотя бы на трояк. Тем более, что эта оценка ни в коем мере не повлияет на оценку в аттестате. Вот рассуждение 9-ти классника. А в 11-м классе выпускник уже думает о том, что ему поступать в мединститут. А чтобы пройти на бюджет, надо набрать не менее 80 баллов. Поэтому нужно трудиться, нужно будет работать, работать и работать. Совсем другие подходы. Мы не сможем сравнить. Вот количество детей, которые выбирают ваш предмет, сдают экзамены, сдают успешно. Вот это показатель вашего успеха и вашего педагогического творчества, мастерства и вообще вашей квалификации. Почему не успевают? Успевают. Вот начните с себя, посмотрите на себя со стороны, что-то измените, измените подходы, перестаньте заходить в класс с каменным лицом и с одной мыслью в голове, что вам надо их подготовить к ВПР. Забудьте, нет никаких ВПР, их завтра отменят и все. И радуйтесь жизни, и живите как как раньше без ВПР. И поверите, что и дети будут относиться к ВПР так же проще, как и вы. Начните, коллеги, с себя. Вот это самое сложное, конечно. Так, ну давайте быстренько по восьмому классу, потому что здесь тоже очень много как бы таких заданий, которые схожи, либо они повторяют структуру просто на другом содержании. В восьмом классе проверяется курс зоологии. Время выполнения, так же, как в седьмом, 60 минут, никакие инструменты не требуются. Вот задание, которое перекочевало из седьмого класса, когда даются изображения, и нужно определить специалиста, который изучает эти живые объекты, вот, а также объяснить, где он будет, как будет называться, почему он так называется, и как называется наука, которая изучает эти объекты. Максимально два балла за вот это первое задание. Во втором задании представлен какой-то живой объект, и здесь выполняется, нужно ответить на два вопроса. Как правило, определить тип симметрии тела и указать среду обитания. Ну, здесь как-то все попроще. Максимальная оценка один балл. Далее второе задание продолжается, и здесь уже нужно составить, ну, тоже своего рода паспорт, но для этого же конкретного животного. Это задание повторяется, оно есть в шестом классе, в седьмом и вот в восьмом, ну, несколько в другой, может быть, форме. И вот для этого конкретного объекта надо указать практическое значение, которое оно имеет в жизни человека, это тоже будет в два балла оценено. Задание из ВПР седьмого класса и такое задание из шестом классе, когда нужно выбрать описание предложения, которые подходят под описание того или иного животного. Просто обращаюсь ваше внимание, что в пятом классе, в шестом выбираются два предложения, а в восьмом уже нужно выбрать из шести три, а там из пяти два выбирали. За это задание максимально два балла. Дальше для определения типа значит, вот теперь задание, которое новое и из ВПР седьмого класса, тут нужно просто насекомых распределить по типу их развития с полным неполным превращением и записать просто последовательность цифр для одного и другого столбца таблицы. будет максимально два балла. Продолжение этого задания. Теперь дается конкретный биологический объект, и нужно указать, какой тип развития этого объекта и обосновать свой ответ. Вот это уже посложнее. Обоснования всегда очень трудно даются, но вы видите, с каждым классом пятый, шестой, седьмой это задание просто усложняется. То есть мы с помощью этих заданий мы не только проверяем уровень сформированности данного умения или учебного действия, но еще и учимся, потому что идет усложнение. Так, тоже из седьмого класса перенесено задание в восьмой, где изображается на схеме цикл развития какого-то животного. надо определить стадию какую-то. За это можно максимально один балл набрать, ну а затем, конечно, нужно ответить на какой-то вопрос с пояснениями. За это уже два балла. То есть вот эта часть уже будет посложнее. Хотя за вот эти, за этот вопрос, за это задание можно получить либо один, либо два балла, но если не приступать, то соответственно ноль баллов. Так, ну вот похожее задание было и в седьмом классе. Прошу прощения, только там было на содержании ботаническом. Сейчас, пожалуйста, то же самое, но только содержание курса зоологии. Я не буду даже вот как-то комментировать, вы все видите и понимаете, да, количество баллов выставлено. Так, задание с рисунком. Вот, пожалуйста, рисунок есть, и нужно по рисунку определить, это дыхательная система, к какому классу относится животное. Здесь понятно, что есть воздушные мешки, и сразу определяются птицы. Один балл максимум. Задание на установление соответствия было и в седьмом классе. Записывается последовательность цифр, максимально два балла, допускается только одна ошибка какая-то. Аналогичное задание есть в седьмом классе, когда нужно привести примеры. Там приводились примеры грибов, растений, а здесь теперь приводятся примеры тех животных, которые были в табличке на установление соответствия. Вот теперь любые три примера. вы будете проверять и посмотрите. Правильно названы в критериях оценивания не будут указаны конкретные виды. Так, опять работа с текстом. Видите, просто на другом содержании. Но там было пропущено по три слова, идет усложнение, пропущено уже четыре понятия, четыре термина, и максимальное количество баллов сохраняется. Опять-таки, чтобы получить один балл, можно сделать только одну ошибку, и тогда будет один балл. Десятое задание. Опять с рисунком, и тут нужно указать, какие же признаки будут характерны для животного, если оно имеет изображенный на рисунке орган. Из пяти вариантов ответов выбираем какие-то два правильных, и их вписываем в поле. Два балла максимально. Ну, а теперь нужно ответить и на вопрос про этот орган или какой-то другой, может быть, орган системы. Один балл зарабатываем. Опять введите задание на определение верное и неверное суждение, оценочные такие умения. так. Да, пожалуйста, меняйте, пожалуйста, на малого, на большого. Ну, просто это настолько, мне кажется, популярное животное, многие его содержат, это было очень модно, хотя года два-три назад, поэтому я думаю, что дети с этим знакомы. Потом, вы же не забывайте, что многие дети с современными родителями очень много путешествуют, в отличие от нас с вами, коллеги, которые порой не могут себе этого позволить. И порой у детей даже больше знаний о таких экзотических фруктах и различных животных по сравнению с нами. Мы могли это только видеть где-то на картинке, в лучшем случае в каком-нибудь научно-популярном видео. Задание, когда нужно изучать таблицу и отвечать на вопросы, было в шестом классе, вот из седьмого класса перекочевалось сюда, просто здесь уже используются не растительные объекты, а все-таки это животные. И за это задание максимально можно получить 3 балла. Задание на сравнение опять-таки реального объекта с какими-то моделями. Здесь могут быть собаки, могут быть лошади. Опять-таки это первый шаг к тому, чтобы научить к 9-му классу, к концу 9-го класса, кто будет сдавать ОГЭ, как выполнять это задание. Здесь взяты не все пункты, как в 9-м классе, здесь просто определяется окрас шерсти, форма ушей и форма хвоста. Пожалуйста, представлены схемы. Опять, это из серии «Найдите 10 отличий», я называю это задание, чтобы сравнить реальный объект с какой-то схемой, моделью и ответить на вопросы, найти подходящий ответ. Подходящий рисунок. Вот, пожалуйста, никакой линейки и карандаша не надо. Умеем сравнивать, получаем три цифры, которые записываем в определенной последовательности, максимально два балла. Ну, а теперь, коллеги, это вот все, уже 13-е задание. Если есть у вас вопросы ко мне, я готова на них ответить. во всех ваших комментариях, которые касаются количества часов, сложности заданий, я вас полностью поддерживаю. Но надо нам как-то тоже находить пути решения этих задач. Вот, сейчас я покажу вам обещанный подарок. Это при заказе в интернет-магазине 30-ти процентная скидка на все пособия по биологии, которые есть. Уже вышло ЕГЭ 2021, в пути где-то из типографии ОГЭ 2021, а так все наши тематические тренинги вышли. Вы можете приобрести, пожалуйста, ВПР. Вышли и другие пособия. Обращайтесь в интернет-магазин и до 15-го сентября действует вот этот вот код, который вы видите на слайде, его вводите и получаете 30-ти процентную скидку. Вы можете объединиться несколько коллег и сделать заказ, доставка которого вам обойдется, на всех ее разбросаете, плюс еще эта скидка 30-ти процентная. У меня, коллеги, все. Всем спасибо за работу, спасибо за внимание. До новых встреч. Анастасия Анатольевна, подождите прощаться. здесь вопросы. еще есть вопросы. Так, про проверочные работы в 10-м классе. Да, действительно, нас ждет это «счастье» в кавычках, конечно. Я не знаю, как в других регионах. И вот сейчас просто коллеги, к вам обращаюсь, вы из разных регионов и сейчас мне поможете. Ответите мне на такой вопрос. «Счастье», которое называется «Диагностические работы для обучающихся 10-х классов». Это счастье нам предстоит с 21-го сентября по 30-е октября. Каждый регион, каждый муниципалитет устанавливает какие-то свои сроки, ну, не каждая образовательная организация. База данных, которая собиралась для ОГЭ, она в каждом образовательном учреждении и в каждом центре обработки информации сохраняется. Вы только из этой базы убираете детей, которые ушли после 9-го класса, оставляете тех, кто у вас пришел учиться в 10-й класс и плюс тех, которые, ну, вновь прибыли в вашу школу. И вот в наборе этих диагностических работ, работы по 9-ти предметам. Русский, математика, сейчас буду пальцы загибать, чтобы не потерять никакой, история, общество, знания, химия, биология, физика, информатика и география. 9 предметов. Вот то, что в Ростовской области у нас и пришел приказ Министерства образования Ростовской области. Начиная с 21-го сентября во всех образовательных организациях Ростовской области будут проведены диагностические работы по всем 9-ти предметам. Я, например, слышала, что есть регионы, в которых предусмотрено выполнение диагностических работ по обязательным предметам русский математика и по тем двум предметам, которые выпускники 9-го класса выбирали для прохождения ОГЭ. Вот, коллеги, обращаюсь к вам, я понимаю, что вы уже торопитесь, выходите из вебинара. Напишите, пожалуйста, из других регионов, не из Ростовской области, какое количество диагностических работ предстоит написать вашим десятиклассникам в вашем регионе. И укажите, пожалуйста, регион. Огромная просьба, потому что как-то получается очень несправедливо по отношению к выпускникам, бывшим выпускникам 9-го класса у нас. Во-первых, те, кто ушел в колледж, они не подвержены вот этому, я не знаю, там, этой радости, да, скажем. Вот, а с другой стороны, ребенок готовился к прохождению итоговой аттестации по четырем предметам, два обязательных и два по выбору. А сейчас ему придется написать 9 экзаменационных работ, которые представляют собой формат ОГЭ, но без второй части. Только первая часть, ну, конечно, Цемлянский район, 9 предметов, Юлия Леонидовна, но мы же Ростовская область. Вот, Челябинская область, огромное спасибо, Татьяна Ивановна, что выбрали, что пишут те предметы, которые выбрали на ОГЭ. Новосибирске вообще впервые об этом слышали. Новосибирске еще не слышали, вы счастливые. Вот, коллеги, ну еще откликнитесь, пожалуйста, кто у нас на связи. У нас Крым на связи, у нас Дагестан на связи. есть. Да, у нас в Дагестане может быть, Магаданская область есть. Как всегда зову коллег из Магаданской области. Анастасия Анатольевна, ну, пока наши коллеги считают и пишут, здесь, давайте еще раз напомним, седьмой класс пишет, за шестой. Значит, пятиклассники, нынешние пятиклассники пишут по материалам четвертого класса ВПР, шестой класс нынешний по материалам пятого, седьмой класс нынешний по материалам шестого класса, восьмой класс нынешний по материалам седьмого и девятиклассники по материалам восьмого класса. А вот здесь откликнулась Новосибирская область на откуп школа, Максана Викторовна написала. То есть, Каждая школа, получается, будет решать, какое количество и по каким предметам написать эти диагностические работы. Они не за горами, коллеги. Ну, для Ростовской области скажу, что вот первый предмет – это русский язык. Это будет с 21 по 25 сентября в этот промежуток. А уже каждый муниципалитет, район будет решать для себя. Ульяновск, спасибо. Спасибо, Татьяна Васильевна. Выбрали те предметы, которые на АГЭ. Так, Оксана Викторовна, это Новосибирская область. Спасибо, русский математика. И еще один предмет на выбор. В Дагестане еще не сказали. В Дагестане еще не сказали. Обязательно пишут русский математику, химию, биологию, а химико-биологического класса. Спасибо, Анна Иосифовна. Я поняла, 4 предмета, но в соответствии с выбранными профилями. Ленинградская область предметы по выбору. Ульяновская область по выбору. Спасибо, коллеги. В Дагестане начнутся с 25 сентября. Хорошо. Спасибо большое, коллеги, вам. Я теперь буду знать, что Ульяновск, Новосибирск, Челябинская область, Дагестан. Так, Ленинградская область. Все, спасибо огромное. До следующей встречи. Анастасия Анатольевна, ну и пока у нас еще не все разошлись, вот у нас еще много коллег. Давайте попросим написать в чате темы, которые хотелось бы рассмотреть. Да, ну вот как обычно у нас, у нас такой первый вебинар всегда, и мы пытаемся выполнить ваши запросы. Да, поэтому мы сейчас проводим такое маленькое анкетирование. У кого какие проблемы, пожалуйста, напишите в чате, какая бы тема вас интересовала. Вот, у нас есть уже запланированные вебинары. Мы на 2 октября запланировали с вами вебинары. Да, на 2 октября ориентировочно, коллеги. Дело в том, что вот сейчас эти еще диагностические работы, поэтому у нас стоит 2 октября, но в понедельник я точно скажу. Ну вот смотрите, просят разобрать новый демоверсию ОГЭГЭ, там мы как раз таки и запланировали тот самый вебинар. На 2 число запланировано было особенности ГИА-2020, то есть какие были сложные задания, и, соответственно, новые демоверсии. Просят про нервную систему. Прослушать еще раз про нервную систему, хорошо. Наверное, молекулярная биология, Анастасия. Вот смотрите, если у представителей издательства Оксана Викторовна пишет, будет возможность, хочется сотрудничать с Новосибирским институтом повышения квалификации, кафедра естественно-научного образования. Спасибо за приглашение, Оксана Викторовна. Мы передадим нашим специалистам ваши пожелания. Так, вижу, Игорь Михайлович просит генетические задачи. Да, мы запланировали обязательно, потому что задачи, которые были на ЕГЭ в этом году, это были задачи на двойное сцепление в X-хромосоме. Обязательно будем рассматривать. Так, спасибо Дагестану, что указали на предметы, которые выбрали на ОГЭ. Татьяна Васильевна увидели. Генетика будет обязательно. Генетика, молекулярка будет обязательно. Нервная система, да, вот мы уже три темы определили, как бы. Ну, может быть, еще какие-то. Вот смотрите, генетика точно, молекулярка точно. Можно, можно, конечно, генетику. Молекулярка точно и нервная система. Вот три темы. Опять генетика, ну, просто любимая тема. Я тоже очень люблю коллеги генетику, безумно люблю генетику. Обязательно будет. Так, ну, мы определились с темами, значит, график мы составим, в ближайшее время разместим. Ну, и определимся с датой следующего вебинара, пока ориентировочно. Значит, коллеги, ориентировочно 2 октября, вот, а тогда посмотрим, ну, в понедельник уже будет точно. Если дата не изменилась, в понедельник, если дата не изменилась, значит, 2 октября так и остается. Планируйте как-то свои дела, будем встречаться и вести разговоры. Сегодня очень интересный получился у нас диалог. Коллеги в чате делились мнениями, сетовали на малое количество часов, которое выделяется на изучение биологии в школе. Да, это точно. Спасибо всем огромное.